Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первый видео авторынок. Если вдруг вы еще на нас до сих пор не подписаны, рекомендуем подписаться на канале. Много полезного и интересного о том, что касается выбора и приобретения поддержанных авто, в том числе и обзоры разных форматов. Ну а если вас интересуют машины в наличии, либо вакансии в компании, все это по ссылкам, которые будут в описании. Наш сегодняшний обзор будет интересен прежде всего тем, кто ищет для себя максимально компактный городской автомобиль. И при этом ключевым параметром будет невысокая стоимость на вторичном рынке и надежность основных агрегатов, таких как двигатели и коробка передач. Надеемся, после просмотра сегодняшнего видео у вас сложатся впечатления о том, что представляет собой Mazda Demio, третье поколение, кузов DE. Mazda Demio третьей генерации, которая продавалась на европейском рынке под наименованием Mazda 2, появилась в 2007 году. Эту машину выпускали целых 7 лет по 2014, при этом на рубеже 2011 года она прошла через обновление. По большому счету косметический рестайлинг. Что касается выбора агрегатов, у этого автомобиля были только бензиновые моторы объемом 1,3 либо полтора литра. Мотор 1,3 развивал 90 либо 91 лошадиную силу в зависимости от модификации, а полторашка выдавала 113 лошадиных сил. Версии со старшими моторами комплектовались либо вариаторами, либо механическими КПП и были только переднеприводными. А что касается вариантов с 1,3, такой автомобиль можно было купить еще и с классическим четырехступенчатым автоматом, плюс с полным приводом в качестве опции. Сегодняшний экземпляр – это 2007 год выпуска. Дори стайлинг. Мотор 1,3, 91 лошадиная сила, передний привод и автоматическая коробка передач. Пробег этого автомобиля – 78 тысяч километров. В случае с третьим Demio компактность – это не просто фигура речи. Длина кузова этого хэтчбека – 3,88 метра, ширина – 1,69 метра, а высота – 1,47 метра. Колесная база небольшая – 2,49 метра, как и радиус разворота – 4,7 метра, а снаряженная масса – всего 900 килограмм. Что касается толщины краски на кузове, то родной слой здесь очень небольшой, даже по меркам автомобилей для внутреннего японского рынка. Максимальное значение показаний толщиномера здесь – это 90-92 микрона, а минимальное – 60-65. Алюминиевых кузовных панелей здесь нет вовсе, как и слоя оцинковки. Но при этом Demio этой генерации все же гниют пока не столь охотно, как это проделывали машины первого поколения. Тем не менее, все зоны риска, такие как пороги, колесные арки, нужно проверять обязательно. И без осмотра на подъемнике покупать такой автомобиль опрометчиво, особенно если речь идет про полноприводный вариант, который, скорее всего, приехал с севера Японии. Обзор внутреннего пространства автомобиля по традиции начнем с багажника. Доступ куда можно получить при помощи кнопки электрозамка. При первом взгляде заметно, что проем в данном случае очень сильно сужается в нижней части. Ширина проема посредине – это 84 сантиметра, а в нижней части – и того меньше. Высота от фальшпола до крыши при этом больше, чем на иных универсалах – 86 сантиметров. Ширина багажника по полу – 99 сантиметров, а длина – 65. В случае, если вы сложите спинки задних сидений, которые в данном случае ровный пол не образуют, у вас в любом случае будет и ступенька, и небольшой наклон. Вы сможете увести здесь нечто длиной до метр тридцать. А расстояние до передней панели составляет 2 метра ровно, поэтому перевести двухметровый плинтус проблем не будет. Что касается каких-то дополнительных удобств по багажнику, от этого хэтчбека вряд ли приходится что-то ждать, но здесь есть плафон освещения с принудительным включением-выключением, штатный инструмент – домкрат за крышкой на боковой панели справа, и под полом скрывается докатка. С учетом общих небольших габаритов этого автомобиля, в целом багажник здесь весьма достойный. Что касается салона Mazda Demio третьей генерации, первое, что отмечаешь, попадая в салон, здесь очень удобная посадка. И, кстати, неплохой запас регулировок. При моем росте 1,86 м я быстро устроился за рулем, удобно. Сидение у этого автомобиля регулируется в довольно большом диапазоне. Если отодвинуть его назад и опустить максимально вниз, а регулировка по высоте здесь, на удивление, присутствует при общей, крайне простой комплектации, то при моем росте я полностью выпрямляю левую ногу. И при этом достаю до моторного щита, только вытягивая носок ноги вперед. Запас пространства над головой также присутствует. Рулевая колонка имеет механическую регулировку, правда, только по наклону. Зато в широком диапазоне. В моем случае это не очень полезно, поскольку при любом положении, кроме крайнего верхнего, обод руля перекрывает спидометр. Но кому-то может пригодиться. Что касается опоры под локти, с левой стороны здесь нет ничего, а справа подлокотник на дверной карте. Он пластмассовый, довольно-таки жесткий. Зато даже при моей регулировке сидения, отодвинутый назад, я могу положить на него руку. Не во всех автомобилях это получается. Где-то локоть находится напротив средней стойки. Сам руль в нашем случае пластиковый, но, на удивление, не скользкий. Подрулевые переключатели расположены на своих местах. Переключаются они, конечно, громковато, но, опять же, бюджетный автомобиль. Зато четкость включений на высоте. На дверной карте справа у нас стандартный блок стеклоподъемников. Причем водительское стекло имеет авторежим, а боковые зеркала складываются по нажатию кнопки. Справа от руля корректор фар и несколько заглушек. Климат-контроля в данной комплектации нет. Все предельно просто. Это самая обычная печка плюс кондиционер. Соответственно, управляется все это дело при помощи механических поворотных рукояток, которые очень информативны, удобны в использовании и не отвлекают от дороги. А за управление рециркуляцией забор воздуха с улицы или из салона отвечает весьма солидная ручка. Селектор коробки передач в данном случае это прямая прорезь, кнопка блокировки и кнопка включения зимнего режима, когда машина трогается со второй передачи. Стояночный тормоз – самый обычный механический, привычная форма. Абсолютно никаких излишеств в этом салоне вы не обнаружите. Даже комбинация приборов здесь крайне лаконична. По центру располагается обычный аналоговый спидометр шкала белого цвета. Справа в окошке тахометра у нас указатель уровня топлива и индикатор включенной передачи плюс одометр. А сигнальные лампы рассыпаны по остальной площади панели. Стрелочного или иного цифрового указателя температуры двигателя здесь, увы, нет. Полагаться придется только на сигнальные лампы. Что касается бардачков, подстаканников и прочих моментов, связанных с хранением чего бы то ни было, подстаканник есть, он один-единственный на центральной консоли внизу. Также под маленькой откидной крышечкой прячется 12-вольтовая розетка. И есть своего рода полочка, разделенная надвое небольшой пластиковой перегородкой. У водителя под правой рукой присутствует довольно глубокий карман. Практически квадратная форма. Мобильный телефон туда не положить, он слишком неглубокий, но какая-то мелочевка вполне войдет. А внизу дверной карты есть узкий кармашек, передняя часть которого отформована под бутылку с напитком. Никакого футляра для очков на потолке мы здесь не видим, а основной бардачок представляет собой небольшую откидную емкость, передняя часть которой это вообще по сути открытая полка под документы. По части обзорности на самом деле все неплохо. Боковые зеркала, несмотря на заложенную форму, здесь большие по площади. И даже неожиданно большие для такого компактного автомобиля. Боковая линия остекления очень низкая. Передняя панель, хотя и находится повыше, но все-таки не создает здесь впечатление, что смотришь на мир через амбразуру. Ну а капот, благодаря большому углу наклона, здесь, увы, полностью не видим. В какое положение, не выставляя сиденья в плане регулировки высоты. Поэтому к передним габаритам этого, в общем-то, небольшого авто придется попривыкнуть. А вот с парковкой задним ходом проблем не будет даже в условиях отсутствия парктроников и камеры заднего вида. Машина очень короткая и кончается сразу за задним стеклом. Так что даже водитель-новичок освоится без труда. Что касается места на втором ряду. При столь небольшой колесной базе можно было ожидать худшего на самом деле. Садясь сам за собой, я упираюсь коленями в спинку сиденья. Но ввиду того, что спинка эта мягкая, дискомфорта этот контакт особо не вызывает. На полу присутствует тоннель. Так что третий пассажир, даже если он войдет сюда по ширине, будет вынужден делить пространство для ног с сидоками по бокам. Зато сама подушка полностью плоская. Единственный момент. Здесь, конечно же, нет ни регулировки спинки по наклону, ни центрального подлокотника. Только опоры на дверных картах. Причем по низу дверных карт нет карманов, нет вообще чего бы то ни было. Даже плафонов освещения и ручек на потолке. Зато запас пространства над головой, хоть и минимальный, но все же остается. Несмотря на покатую к задней части крышу. Ну а теперь, что касается двигателей вариантов. Здесь было два. Различаются эти моторы маркировками. ZJ-VE и ZY-VE. Но по сути, очень похожи. И основное различие кроется в рабочем объеме. Первый мотор это 1,3 литра. 90 либо 91 лошадиная сила и 125 ньютонометров крутящего момента. Второй вариант, полуторалитровый, выдает 113 лошадиных сил и 140 ньютонометров тяги. Конструктивно оба мотора это алюминиевые рядные четверки. Здесь два верхних распредвала. Обычно распределенный впрыск топлива. Отсутствуют гидрокомпенсаторы. Стоит фазовращатель на впускном распредвалу. А механизм ГРМ реализован при помощи пластинчатой цепи Морзе. Которая, кстати, на этих двигателях отличается завидным ресурсом. И спокойно работает более 200 тысяч километров пробега. Из дополнительных элементов, усложняющих конструкцию мотора, в данном случае можно отметить разве что впускной коллектор. Который содержит внутри себя заслонки изменения длины впуска. Со временем ось заслонок начинает люфтить. И заслонки стучат при работе мотора. Устраняется эта проблема достаточно бюджетно и быстро. Самое приятное, что в конструкции этого двигателя используются и маслофорсунки для охлаждения днища поршня. Соответственно, проблемы с задирами или подобными вещами для данных двигателей абсолютно не характерны. Как, кстати, и расход масла на угар. Если, конечно, предшествующим фактором не выступил сильный перегрев двигателя. Интервалы замены масла, которого сюда, кстати, заливается не так много, всего 3,7 литра для версии 1,3 и 3,9 литра для полуторалитрового варианта, лучше сократить тысяч до 7-8. Эти моторы склонны к нагарообразованию. Также к недостаткам можно отнести неудобный способ регулировки тепловых зазоров клапанов. По регламенту это нужно делать раз в 90 тысяч, и осуществляется данная процедура при помощи подбора толкателей. Коих здесь насчитывается 35 типоразмеров. Также к одной из характерных проблем для данного двигателя относятся выход из строя датчика детонации и подсосы воздуха, которые образуются во впускном коллекторе и приводят к неровной работе или плавающим оборотам, а также к вибрациям на холостом ходу под нагрузкой. Что касается коробки передач, с которой сочетается подобный мотор, это классический четырехступенчатый автомат. Его маркировка у Mazda FN4AEL. Последний суффикс указывает на наличие здесь электронного управления и блокировки гидротрансформатора. А вообще это трансмиссия от Ford 4F27E. Подобную коробку можно было обнаружить на старых фокусах. Самый основной плюс этой трансмиссии в том, что она практически полностью и абсолютно ремонтопригодна. И достаточно нетрудоемкая в плане обслуживания. Интервал замены рабочей жидкости здесь это 70 тысяч километров пробега, а ее реальный ресурс превышает отметку в 250-300 тысяч километров. Особенно в сочетании с малообъемными двигателями этого хэтчбека. Что касается вариаторных трансмиссий, которые полагались некоторым машинам с моторами 1.3 и полуторалитровым вариантом, то здесь используется вариатор фирмы ASIN. И вопросов к нему также по большому счету нет. Расходные материалы можно заказывать по тойотовским каталогам. А интервал замены рабочей жидкости лучше сокращать тысяч до 50. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела с дорожным просветом. На этом автомобиле каталожное значение клиренса для данной модификации 155 миллиметров. Самая низкая точка располагается под поддоном коробки передач. И расстояние от асфальта до нее составляет в нашем случае практически 18 сантиметров. Что наталкивает на мысль, что этот автомобиль был слегка поднят при помощи проставок. В данном случае расстояние до переднего бампера это 21 сантиметр. Хотя кому-то подобного значения все же оказалось мало, как мы видим. Пороги у этого автомобиля находятся выше, нежели передняя часть лонжерона. 17 сантиметров от асфальта. До порога перед задним колесом 21. А задний бампер висит от земли на расстоянии 31 сантиметр. И практически отсутствует сам задний свес. Так что в плане геометрической проходимости с учетом колесной базы этот компактный хэтчбэк будет вполне пригоден. В том числе и для штурма дачных обществ. Что касается подвески этого автомобиля, здесь все по классике, без неожиданностей. Передняя подвеска выполнена по схеме Макферсон. Шаровая опора с рычагами выполнена в качестве единого целого. И по задумке меняются только в сборе. Стабилизатор поперечной устойчивости смонтирован сверху на подрамнике за рулевой рейкой. И при этом доступ к его креплениям для замены втулок здесь практически эталонный по современным меркам. Во всяком случае обойдется без демонтажа подрамника для их замены. Рулевая рейка здесь естественно полностью электрическая. Никаких гидравлических магистралей и возможных проблем с их протечками. Что касается антикоррозийной обработки. Несмотря на то, что автомобиль для внутреннего японского рынка. Здесь она все же присутствует. Причем по сравнению с хондами в довольно большом количестве. С завода здесь обработаны пороги. От собственно порога до лонжеронов. Центральная же часть днища антикорром не закрыта. Как впрочем нет здесь и каких-то дополнительных пластиковых защит. Только термоэкран. В задней части мы видим пластиковый топливный бак. Объем которого 41 литр. А задняя подвеска представляет собой простейшую схему. Здесь балка, два сайлинглока, втулки на амортизаторах и пожалуй все. Кстати амортизаторы и пружины стоят отдельно друг от друга. Задние тормоза у Demio барабанные. Передние соответственно дисковые. Ну а по части антикоррозийной обработки сзади ее по факту нет. И пожалуй задняя часть кузова в районе усилителя бампера. Это и будет наиболее подверженное появлению коррозии с возрастом места. Правда на этом автомобиле с поправкой на то, что это 2007 год. И машина уже изрядно побегала по России в плане ржавчины. Все обстоит более или менее благополучно. Таким мы увидели сегодня компактный хэтчбэк Mazda Demio в кузове DE. Это третье поколение модели. Вариант с мотором 1.3, 91 лошадиная сила, автомат, передний привод. Надеемся после просмотра этого обзора у вас сложилось общее впечатление о том, что представляет собой этот автомобиль. Если у вас была или есть до сих пор такая малолитражка, на которой вы проехали уже не одну сотню тысяч километров и вам есть в чем нас дополнить и в чем поправить, все это пропишите в комментариях, чтобы людям, которые выбирают себе подобную машину, окончательный выбор было делать легче. Если обзор понравился, оказался полезен, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч и спасибо за просмотр. Пока!